Бывший вице-премьер Виталий Мутко, не вошедший в новое правительство, возглавит Дом РФ. Об этом сообщили Интерфаксу в компании, информацию подтвердил и представитель Мутко. А главой НАП-совета Дом РФ избран вице-премьер Марат Хуснулин. Как ожидается, в новой должности Мутко будет курировать вопросы, связанные с развитием ипотеки, достройкой жилых объектов для обманутых дольщиков и развитием городской среды. Это назначение нельзя назвать почетной ссылкой, так считает ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров. Ну, видимо, было решено не заводить еще один пост помощника или советника президента по строительству отдельный. Нашлась вот такая вот прекрасная должность. Виталий Леонтьевич Мутко все-таки отработал пару лет уже в сфере строительства и как-то, видимо, с этим разобрался. Ну и раньше у него был опыт все-таки по строительству всяких спортивных объектов, что к чемпионату, что к Олимпиаде. Поэтому считается, что он в этой сфере уже более-менее профессионал. Ну, это не вице-премьерская должность, да, на ней решение стратегического уровня по отрасли он вряд ли будет принимать. Но это крупный проект все-таки. Это не история про совсем почетную отставку. Ну, не знаю, как там выходили случаи, что вице-премьер Акимова, например, назначит главой Почты России. Михаил Захаров, при этом бывший глава Дома РФ Александр Плутник, вошел в новый состав Наблюдательного совета госкомпании. Виталий Мутко занимал должность вице-премьера по инфраструктуре с мая 2018 года. Его назначение на пост главы Дома РФ выглядит логичным, комментирует руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Доступное жилье и ипотека, это, собственно говоря, и было то, чем занимался, в числе прочего, бывший вице-премьер. Поэтому тема ему знакомая, я думаю, с учетом того, что из себя представляет Дом РФ, а Дом РФ – это серьезный и ресурсный инструмент института развития в жилищной сфере, и фактически он как раз является неотъемлемой частью или механизмом реализации национального проекта «Доступное жилье», то можете представить, собственно говоря, объемы и возможности, которые открываются. Дом РФ будет заниматься и занимается привлечением инвестиций в строительную отрасль. Дом РФ имеет прямое отношение и к ипотеке, и к комфортной среде, и ко всем прочим вещам, которыми занимается строительство, которыми, в числе прочего, влечен наш президент. Так что, с учетом того, что Мутко считается хорошим менеджером и способен добиваться реализации поставок задач любыми способами, то почему бы и нет. Чистая прибыль компании выглядит весьма внушительно. Дом РФ занимался переездом федеральных органов власти отдельных в Москва-Сити, и место, скажем так, хлебное и почетное. Мало кто отказался бы. Константин Калачев. За 9 месяцев прошлого года чистая прибыль Дом РФ по МСФО выросла на 63% и превысила 16 миллиардов рублей.